Добрый день, уважаемые инвесторы! ОФЗ нашли себе нового идейного вдохновителя и спешат на верстать упущенное. Так, как мы помним ранее, уже такая спекулятивная идея либерализации была отыграна, поскольку факт ее состоялся и она уже не приносила сектору фактически никаких плодов позитивных. Сейчас же новый такой огонек, маяк у сектора – это инфляция. Как мы помним, на прошлой неделе мы получили окончательные данные по мартской инфляции, которая неожиданно замедлилась до 7% в годовом выражении с февральских 7,3%. Также Министерство экономического развития вчера опубликовало свой прогноз на апрель, ждет роста цены на 0,3-0,5%. То есть и здесь мы видим определенные такие позитивные намеки, соответственно, на замедление инфляционного давления в будущем. То есть в целом, вчера, например, индекс госбумаг, который рассчитывает Московская биржа, прибавилось в 0,75%, в среднем снизили доходность ОФЗ на 13 бассейных пунктов, в результате чего кривая бумаг продолжила смещаться вниз. То есть инфляция, она дает нам предпосылки к, соответственно, понижению в будущем, уже довольно-таки скором понижении ключевых ставок Банком России. В целом, например, на последнем заседании хоть ключевые ставки и остались на прежнем уровне, однако ряд ставок все-таки Банк России решил понизить долгосрочных ставок, в том числе и привлечение ликвидности банками, в чем также участники торгов увидели намеки на вот такие вот дополнительные стимулы уже в скором будущем. Почему бы им нет? Главное, чтобы инфляционный локомотив на самом деле как раз вот замедлился. Тогда Банк России, у него будут развязаны руки, он сможет наконец-то сделать рынку подарок в виде понижения ставки рефинансирования. Также здесь такие вот игры с процентными ставками на последнем заседании, они нанесли такой, вылили, точнее, спекулятивный шаг негатива на рубль, который стремительно ослаб, но уже вот в последние дни, например, вчера начал восстанавливать свои позиции, довольно-таки стремительно. В целом ослабление рубля играет на руку и не резидентам, которые вот в начале нового отчетного периода, то есть в начале второго квартала формируют свои портфели и также уделяют свое местечко и выделяют для облигаций федерального займа. То есть вкупе такие настроения, они вот и сказываются положительно на секторе. Отметим, что не собирается оставаться на задворках рыночных и отечественной Минфин, которые вновь предложат завтра два аукциона к ряду по размещению ФАЗ. Будут предложены 7-летние банды на 10 млрд рублей и 15-летние банды на 25 млрд рублей. Более точный параметр по доходности мы узнаем, соответственно, сегодня днем. Отметим, что Минфин предлагает максимальный объем наиболее своих длинных 15-летних бумаг, которых он размещает на аукционах, за последние 5 месяцев. Что говорит о том, что настроено ведомство довольно-таки решительно и действительно медлить нельзя. Минфин обычно удачно впрыгивает на подножку уходящего поезда. План, запланирован объем привлечения в текущем квартале 300 млрд рублей. Так что время довольно-таки ограниченное и медлить нельзя. На то, чтобы ждать следующего локомотива, времени нет. Минфин все делает правильно и в целом, учитывая текущее настроение, имеет неплохие шансы завтра показать хороший результат по итогам своих аукционов. Ну и рубль. Рубль сегодня имеет шанс на продолжение своего крепления к доллару США. Пока рынки ведут себя довольно-таки оптимистично, глобальные. Ну и в целом рубль, конечно, он был сильно перепродан в последнее время. Так что определенную свою, скажем, часть своего ослабления он еще может отыграть. Это основные события, которые мы хотели бы на сегодня озвучить. Всем спасибо за внимание. До свидания.